Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о самых стойких ароматах. Это видео по запросу. Меня попросила моя подписчица записать такое видео, и я с удовольствием записываю. А у меня тут набралось энное количество ароматов разных парфюмерных домов, разной ценовой категории. То есть, ну, такое будет разнообразие, можно сказать. Прежде всего, хочу сказать, что стойкость ароматов, конечно же, это все индивидуально. Все зависит от вашей кожи, все зависит от климата, в котором вы находитесь, от темперамента, я не знаю. У нас очень жарко, в Сиднее жарко. Душно, влажно, солнечно, горячий такой город. И все ароматы, так или иначе, на мне раскрываются, ну, просто вот на полную катушку. Особенно, если это аромат такой насыщенный, он и раскроется просто потрясающе. Смотрите по ситуации, смотрите по погоде. В основном все ароматы я носила, да, именно здесь, именно в Сиднее. Так что берите, ну, делайте себе заметку, что это, вот я говорю, именно находясь в жарком климате. Но, тем не менее, ароматы очень стойкие. Я подобрала ароматы, которые некоторые из них держатся буквально днями даже. То есть ты идешь, принимаешь душ, моешь голову, а потом все равно от волос пахнет. Ну, вот такие ароматы. Начну, наверное, с самого, вот просто, ну, наверное, самый-самый-самый-самый стойкий победитель в этой категории. Это аромат немой, это аромат моего мужа. Я его показывала как-то мельком в обзорах, но никогда про него не говорила. Ну, вот сейчас скажу пару слов. Это Фрэнсис Киркеджан Гранд Суа. Это аромат, ну, кто знает творчество этого парфюмерного дома, кто знает творчество Фрэнсиса. Это прекрасный-прекрасный парфюмер, сделавший великое множество вообще гениальных композиций для разных парфюмерных домов. Это Ода Амбри. Вот кто любит амбровые ароматы, вам сюда. Это мед, это амбра, это специи, это тягучесть, это насыщенность, это просто роскошь. Это вот такой вот золотой, такой какой-то коньячный немножко аромат. И он, ну, вы даже не представляете, насколько он стойкий. Мой муж делает, ну, мужчины, они обычно не так вот душатся, да. Он делает раз, потом берет и вот так два, все, и пошел. И у нас пахнет везде так. Когда он носит этот аромат, где бы мы ни находились, этот аромат заполняет собой все пространство. Там вот он разговаривает с кем-то оживленным, начинает жестикулировать. Я прям вот слышу волны этого аромата. Ну, понимаете, днями, днями от одежды, вот когда я открываю его шкаф, он звучит вот просто вот так. Это вот шкаф, где был мой муж. Короче, аромат унисекс. Его легко могут носить и девушки, и женщины, и мужчины, и подростки. Я не знаю, все-все-все-все-все, кто угодно, если он вам нравится, носите. Я смело могу сказать, что вот этот аромат самый-самый стойкий в моей коллекции. Потрясающе, потрясающий аромат Гранд Суа от Фрэнсиса Киркеджана. Следующий, это уже совсем другая будет история. Вот такая у меня малютка 50 мл здесь. Это бренд Монталь, и это Чоколейт Гриди, шоколадный жадина. Я порывалась уже его кому-нибудь подарить, но что-то вот как-то, не знаю, он такой какой-то вот есть в нем уникальность в этом аромате. Конечно, он не серьезный. Конечно, тут это печенье, и вся эта сладость, и шоколад, и, я не знаю, какао. Ну, вот какие-то такие вот очень, ну, он очень съедобный, кондитерский, вкусный. Вот все-все-все вот эти, в кавычках, эпитеты, это вот сюда можно отнести. И он невероятно стойкий. Я имела неосторожность носить его летом пару раз. Это был просто вот, знаете, ну, вас реально может затошнить, если вы с ним перепорщите и в жару наденете его. То есть, прохладную лучше его погоду. Это, он, он согревающий, он уютный, обволакивающий, приятный. Но, на мой взгляд, не очень серьезный, да, если вы хотите пахнуть так. Ну, иногда бывает такое настроение, когда хочется вот таких вот прям, ну, супер гурманских ароматов. Стойкий. День-два, точно. Ну, опять-таки, смотрите по ситуации. Пробуйте, пробуйте ароматы в парфюмерных магазинах. Просите продавцов, чтобы вам надушили ваши руки, шею. И ходите, и вдыхайте. Следующий, конечно же, очень стойкий и один из самых моих любимых парфюмов ever, ever, ever. Навечно. Это Chanel номер 5. Это у меня парфюм. Он вот в таком вот, в такой штучке. Ее нужно было вставить в такой чехол Chanel. Ну, что-то чехол, я даже не знаю, где он у меня. Вот сейчас у меня такая одна штучка. Chanel номер 5. Чистый парфюм. Ну, что говорить. Классика. Знаете, он сидит на моей коже, как влитой. Как вот приколотили гвоздями. Все, его ни с чем не смыть. Его ни с чем не спутать. Наносишь еще какой-то аромат сверху. Все равно он вылезает. Вот прям вот такой вот настырный. Chanel номер 5. Именно парфюм. Обожаю. Очень стойкий. Очень. Ну, смело могу сказать, часов 12. 12 будет. Ну, вот прям смело. Потом будет вот так волнами, волнами находить. Дальше, раз мы говорим уже о Chanel. Вот номер 5. Eau de parfum. Так себе. Leau я пробовала. Ну, вообще не очень стойкая на мне. А вот Eau premier. Это вообще, это песня. Это песня. Я его обожаю за его настроение, за его какой-то оптимизм. В то же время, это такую, как бы дерзкую классичность. Он в меру классичный, в меру современный. То есть, он очень удачно сделан. Если Chanel классическая пятерка, она более такая, ну, кому-то может показаться, она возрастная, то Eau premier это будет вот просто вот, ну, всем, всем возрастом. Если бы у меня была дочка там, не знаю, лет 15, я бы, наверное, и купила вот этот аромат, потому что он реально очень женственный, очень красивый, искрящийся, пузырящийся и стойкий. Вот реально очень-очень-очень-очень стойкий. Он держится на мне тоже весь день. Весь день я, потому что еще наношу на волосы аромат, вплоть до того, я помою, когда голову, на следующий день все равно я слышу отголоски Eau premier. Очень-очень рекомендую. У кого сейчас лето, вообще, то, что надо. Дальше совсем другая история, уже такая, такая драма. Это опиум, Yves Saint Laurent, это дым, это ладан, это курительные комнаты, это какая-то такая богемная раскрепощенность, такой вот, знаете, какая-то интрига, какие-то вот колуары, какие-то, знаете, ну, интриги. Интриги самые разнообразные, тонкие, вот все-все-все, очень такой интригующий аромат, конечно. Аромат сугубо для меня вечерний, днем я его вообще не могу носить, там, чтобы утром его нанести, нет. Но вечером, вот смело пару пшиков, и вот куда бы вы ни шли, он будет с вами весь вечер. Он будет просто на вас сидеть, как в литой, красиво очень шлейфит, красиво раскрывается в течение вечера, ночи. И утром остается очень красивое, такое послевкусие, такое дымное, такое, ну, не развратное, но есть в нем какой-то такой порог, доля порога. Ну, чем он, тем, этим он, наверное, и нравится, ну, и мне, и многим, много у него, конечно, поклонников у этого аромата. Следующий аромат, давайте я сразу покажу тройку ароматов от бренда Носомата. Это, наверное, самые такие небюджетные, небюджетный вариант вот из всего, что я вам показываю. Ароматы дорогие, но имейте в виду, это 30 миллилитров, но это чистый парфюм. Ну, нужно прям буквально два пшика и вот весь день. Они держатся весь день, этот чуть поменьше, этот весь день и ночью я просыпаюсь, если там иду попить воды, вот он вот накрывает меня вот этими вот своими шикарными, такими немножечко дурманящими алкогольными волнами. Очень крутой аромат. Значит, Бараонда Носомата, Наркотик Винус Носомата. Самый такой из них нестойкий, но, тем не менее, самый вот такой вот какой-то, вот, самый женственный, наверное. И Чайна Уайт. Чайна Уайт просто победитель по стойкости. У меня я носила кожаный жакет, когда носила этот аромат. Буквально я нанесла вот сюда, и до сих пор кожаный жакет, я вот его, когда беру с вешалки, хотела тут пару раз одеть, потом передумала, он пах вот именно вот, как будто я только-только-только нанесла вот этот вот Чайна Уайт, этот наркотик. Пыльно-пудрово, с горчинкой, с такой вот розой какой-то такой уже подвятшей, подсушенной. Ну, вот Носомата, если хотите, как бы, классный продукт за большие деньги, они не дешевые, но они вот, вот, пусть будет один аромат, там, два аромата, чем 8-10 каких-то других баночек, скляночек, но один такой вот прям крутой. Вот я вот всегда бы сделала ставку на Носомата все-таки, но пробуйте на кожу обязательно в бутике. Следующий аромат, он не такой дорогой, он, его легко сейчас купить, это Obsession от Calvin Klein. Знаете, я никогда не думала, что настолько он мне понравится, зацепит меня. Купила, ну, потому что цена была какая-то такая, ну, несерьезная вообще, ну, не очень дорогая совсем. И летом это просто, это самый красивый ладан. Опять-таки, мед, опять-таки, амбра, ладан, какой-то восток, какие-то специи. Вот такой вроде, ну, такой незанятный флакон, но содержимое может просто дать вообще 100 баллов вперед, там, я не знаю, всем манталям или еще что-то. Если у вас еще винтажная версия, если есть возможность, а винтажный Obsession, это будет вообще кайф. Очень-очень стойкий, очень такой благородный, насыщенный, где-то, где-то, чуть-чуть напомнил мне Шерги от Serge Lutene, но попроще. Но, тем не менее, если бы Шерги его стойкость, Шерги цены бы не было, но, тем не менее, вот классный аромат, вдруг кто-нибудь пробовал, вот попробуйте. Мне кажется, он будет великолепен и на холода, он будет прям согревать, как такой кашемирный хороший пледик у вас, и на жару он раскрывается прям в полной мере, такой вот, такой классный. Раз уж мы говорим про ароматы на лето, на теплое время года, это терракота от Guerlain. Несмотря на то, что это Euda Toilet, она вообще не смываемая. Я ее носила, ну, я могу по пальцам пересчитать, сколько я ее раз носила, потому что, ну, ароматов много, всего как бы, все-все-всего не охватишь. Но, тем не менее, вот этим летом, в наше жаркое-жаркое лето, я с удовольствием носила терракоту с утра до ночи, вот она вот просто, аж иногда до липкости. Она вот настолько, она настолько стойкая, что, ну, диву даешься, ну, потому что туалетная вода, знаете, как, ну, вообще для меня это была неожиданность. То есть шикарный аромат, аромат лета, аромат нагретый солнцем кожи, ну, все вот тут, вы знаете, вот эти и ланг, и кокос, ну, обворожительный, обворожительнейший аромат на лето, куда-то взять с собой в поездку. Вот один флакон и не думать, вот он реально того стоит, классный, очень классный. Следующий очень похожий на него аромат, он уже такой подороже, скажем так, это представитель бренда Mikalev, мой любимейший Иланген Голд. Вот тут золотые такие частицы в этой жидкости плавают, когда вы себя орошаете этим ароматом, у вас на коже получается такой золотистый красивый налет, прибитый. Аромат сидит как влитой, то есть я его носила очень часто на пляж, куда-то, к бассейн мы когда ходили. И вот несмотря на то, что ты там купаешься, что ты там загораешь, что ты кремом для загара пользуешься, в конце концов, он каким-то чудесным образом вылезает из-под всех вот этих ваших манипуляций. То есть вы его как бы замазываете, замазываете, он все равно вот просто вырывается. Термоядерная стойкость, термоядерная просто. Нереальный шлейф, я уже говорила о нем, по-моему, самых шлейфовых, самых комплиментарных ароматов. Вот это вот все вот о нем. Аромат просто вот какой-то, не знаю, на лето, мне кажется, это вот прям must have. Если есть возможность познакомиться с ним, познакомьтесь, пожалуйста. Очень крутой, очень, правда. У них разные есть. У меня самый большой вот этот флакон. Есть поменьше флакона, есть 30 мл флакона. То есть 30 мл флакона этого аромата вам хватит, ну, 100% на 3. На 3 лета. На 3 лета, потому что он такой стойкий. Дальше. Аромат, который у меня появился в этом году, который я открыла на себе в этом году, это J'adore Dior Eau de Parfum. Невероятно стойкий. Знаете, я обычно думала, что такие вот прям коммерческие ароматы, люксовые, ну, они, да, они красивые, они, ладно, сделанные, они узнаваемые. В этом есть их, конечно, минус, но тем не менее. Вот J'adore, он меня покорил, во-первых, ну, и своей вот какой-то грацией, своей какой-то женственностью, легкостью и в то же время насыщенностью. Как он раскрывается, как он меняется, какой у него шлейф, какой у него, ну, всем. Ну, короче, он покорил меня всем. Вот реально мне он очень понравился, и он очень стойкий. Он очень стойкий. Я обычно, я вот когда пользуюсь ароматом каким-то, я потом кладу его в сумку и беру там с собой на работу, чтобы в течение дня, может быть, чуть-чуть еще нанести аромат. Вот все ароматы, которые я сейчас показываю, я их в сумку не беру, если я ими надушилась. Все, они со мной будут весь день, я вообще забыла, я не думаю, пахнет от меня, не пахнет, потому что я знаю, что от меня просто пахнет, да. И стойкость. Стойкость у этого аромата потрясающая. Великолепный, цветочный, тубероза, дыню я тут слышу, я уже говорила, груша. В общем, все-все-все такое божественное. Очень божественный аромат. На лето опять-таки будет классно. Дальше аромат, который я очень люблю, который стойкий, но я его практически иногда перестаю слышать, от меня его слышат окружающие. Этот аромат, ну, когда я в нем, практически всегда меня спрашивают, что на вас за аромат. Такое, потому что я работаю с людьми, поэтому меня спрашивают. Вы не думайте, что я там хожу по улице, и все бегут за мной и спрашивают. Иногда, ну, пару раз так было, но это, конечно, редко. Но вот когда ты общаешься с кем-то уже, ну, вот так, конкретно, в близком общении, то, естественно, человек чувствует и спрашивает. Потрясающий. Джулет Хазаган, Citizen Queen. Гражданка, городская девушка, королева города. В общем, классный, классный аромат. Не буду много про него говорить. Пудренный, и вот именно вот эта вот пудренная база, она потом остается на вашей коже, ну, надень со мной, она точно остается от одежды, потом я слышу, даже если я ее потом стираю, от нее все равно пахнет. Моя новинка Бореда Бланш. Это вообще, это, наверное, вот, какой у меня тут самый стойкий? Киркеджан и вот это. Вот, да. Ну, он затмевает по стойкости все вот ароматы. Знаете, знаете, чем? Тем, что он, он как призрак, он неуловимый. Вы его слышите, слышите, на следующий день, ну, переставите его слышать, потом на следующий день вы опять его слышите. И я понимаю, что я же его не наносила сегодня, я же вчера в нем ходила. Но он вот, хоп, и вылезает в самый такой вот неожиданный момент. И ты, ну, я не знаю, это какая-то вот реально магия. Он въедается в кожу, потом вот как-то вот испаряется с вашим теплом. Потрясающе. Свежий, чистый, звонкий, такой необыкновенный космический аромат. Дальше очень сладкий аромат. Это маг Velvet Teddy. Я его купила летом и носила его летом. И он просто, вы знаете, два раза, и от вас, ну, вот прям на расстоянии ему можно учувствовать, услышать, унюхать. Вот этот вот запах. Velvet Teddy напоминает мне, похож он. На Том Фордовского табако-ванил. Элвис. Элвис нашел какую-то мошку и гоняется за ней уже второй день. Табако-ванил Том Форд. Вот это вот, да, вот эта табачность. Очень ванильный аромат. Очень сладкий. Невероятно стойкий. Вот просто невероятно стойкий. Вот поверьте мне, я не знаю, они еще продаются ли в МАК. Он был относительно не очень дорогой. Но, мне кажется, такая компетишен Тому Форду вполне себе ничего. Дальше аромат. Вот этот вот аромат. Carnal Flava. Он очень стойкий. Он очень стойкий. Вы можете его с утра одеть и все, потом забыть. Это Frederic Malle. У Malle есть стойкий аромат, и есть не очень. Вот для меня Carnal Flava один из самых стойких. У меня есть еще черные специи. Они тоже очень стойкие. Но они такие зимние больше. Я вот хотела вам показать Carnal Flava. На мне совсем не стойкая у Malle ирисовая пудра. И не стойкая совсем. Ну, вот как бы вот все. Вот она слетает с меня. Не знаю почему. К сожалению. И что у меня еще там. Магнолия не стойкая. И очень стойкая и прекрасная Portrait of Lady. Портрет леди. Я, моя мечта. Я хочу его себе. Я прям не могу. Но об этом потом как-нибудь. И еще один аромат от бренда Mikalif это черная Ananda. Он может вас задушить. Он может вас просто убить. Вас и окружающих рядом, кто с вами находится. Но тем не менее, если вы не переборщите, если это будет все в настроении, если будет это все в эмоцию, в такую вот... Если вы попадете в настроение, и он попадет в ваше настроение, то это будет просто союз на небесах. Аромат бесподобный. Аромат пустой, аромат дразнящий, аромат дикий, страстный, зовущий, пленяющий и пленительный в то же время. А-а-а, ну просто, 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 просто сказка. И последний аромат, который бы я хотела вам показать, это один из самых моих любимых кожных ароматов. Это Ботега Винетта. Классическая Ботега Винетта. Я обожаю. Обожаю эту кожу, обожаю эту пудровость, обожаю вообще эту пирамиду. Я его не спутаю никогда, ни с одним другим ароматом. Сколько я общалась с девушками, которые потом, впоследствии я спрашивала, и говорит, да, ой, вы знаете, никто вот так особо этот аромат не знает. Вот он реально какой-то вот для меня мега сексуальный, мега какой-то вот, ну, яркий. Вот он яркий. Яркий, если вы хотите, так вот прям ярко куда-то произвести впечатление, вот он подходит, несмотря на свою какую-то аристократичность и такую классическую сдержанность в то же время. И вот, забыла еще. Дан Ле По. От того же, кстати, парфюмера. Конечно, у меня сейчас вылетело из головы имя его. Дан Ле По от Louis Vuitton. Тоже кожа, тоже невероятно стойкий. Я знаю, на ком-то ароматы Louis Vuitton не очень стойкий. На мне вот этот конкретно просто грандиозный, какая-то запредельная стойкость. Я когда в нем, у нас все подушки пахнут, у нас, то есть, все вообще пахнет. Вот именно вот этим ароматом. Очень крутой аромат, кто не пробовал, попробуйте. Это кожа, такая очень-очень такая странная, специфическая, немножко резкая в начале. Потом это все сменяется таким жасмином, со смесью таких персиков или абрикосов, ну совсем чуть-чуть. И потом, когда все это замешивается, ну не знаю, он такой получается бело-цветочный и очень даже необычный. Я уже о нем много раз говорила, я его люблю и ношу с удовольствием. Все, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Вот такие вот у меня самые стойкие ароматы. Вот прям 100% от всей души вот рассказала, вот реально, какие самые стойкие. Надеюсь, вам помог мой обзор. Может быть, вы там выбираете или что-то еще. Пишите, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Комментируйте. Мне всегда очень приятно вас читать. Все, всем пока. С вами была Аленка Блог. Чао-чао, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok